Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас опять накопилось определенное количество очешительных вопросов, которые мы сегодня с вами немножко подразберем, что-то даже совет какие-то дадим. Че, начнем зачитывать? Так, первый у нас пишет Игнат. Хожу на борьбу, вес 80 кг, сам по себе рельефный, хотел бы прикупить креатин и БЦА. Как думаете, можно это принимать? Конечно, можно принимать, это же обычные пищевые добавки. Креатин, к примеру, принимать надо по одной чайной ложке два раза в день, а БЦА принимать три раза в сутки или четыре раза в сутки по пять грамм. Ну, это тоже где-то чайная ложка. БЦА принимают все так, где-то ложка перед тренировкой, во время тренировки, после тренировки и на ночь. В дне отдыха БЦА стоит принимать, к примеру, утром ложечка сразу после сна, потом днем и опять же перед сном. Так, следующий нам пишет Владимир. Что если пить протеин перед тренировкой? Стоит ли принимать БЦА при крепатуре? При крепатуре ни протеин, ни БЦА не помогут. Она сама, конечно же, только пройдет со временем. А, блин, что если пить протеин при тренировке? Ну, вообще, это непонятно вообще вопрос. Тут такое. Да ничего не будет. В принципе, протеин это обычная пищевая добавка. Это если у тебя в рацион недостаточно белка потребляешь, то берешь протеин. Потому что его легче как бы употреблять и тоже на выезде не всегда пожрать можно. Поэтому прот большое такое спасение. А также можно брать протеиновые батончики. Но, в принципе, на тренировочный процесс это никак не повлияет. И быстрее ты от этого восстанавливаться не станешь. Так, следующий нам пишет Олена. Одна нога заменена от тазобедренных суставов, другая. Вторая. Как лечить другую ногу? Можно ли заниматься на чего? На тренажерный и какую делать физкультуру? Ох, и пишут, блин. Во-первых, можно ли вам вообще тренироваться? Это нужно обсуждать со своим врачом-лечащим. Потому что, может, вам вообще физические нагрузки делать на ноги нельзя. Я бы лично не рекомендовал бы нагружать ногу, на которой тазобедренный сустав заменен. Да и вообще, как бы ее не стоит нагружать. А если делать упражнения, то только в тренажер. Это сгибание и разгибание ног сидя в тренажере. Что еще там можно делать? Подъемы на носках также сидя. Сведение и разведение ног делать не стоит. Потому что, опять же, задействуется тазобедренный сустав. Ну, в общем, в основном, уже, как я и сказал, держите связь со своим врачом Олено. Так, следующий раз нам пишет тут Владимир. Здравствуйте. После первой тренировки мышцы болят, зная, что нормально. Вот потом еще... Вот потом вообще не болят. Сколько бы ни старался, и повторение увеличило, и вес увеличивал, только устаешь, а все мышцы не болят. Это нормально. Спасибо, как должны весь себе... Блин, да они болеть вообще, в принципе, не обязательно и должны. Это у новичков обычно часто боли бывают. Ну, а если ты уже потренировался какое-то время, то тело привыкает к нагрузкам, и в дальнейшем уже ничего не будет болеть. Так, может быть, только легкая крепатура. Да это у них всегда. Тут он нам еще пишет. Тут я ему ответил уже, а он пишет. Спасибо. Как должны себя вести мышцы, если растут? Какие чувства, как я могу узнать, что они растут? Никак вы не можете узнать, что они растут только по внешним признакам. Нет никаких ощущений, чтобы вы чувствуете рост мышц. Они, блин, растут абсолютно бесчувственно. То есть это только, как я уже сказал, визуально можно определить, или, блин, с помощью специальных каких-то вещей там, которые определяют уровень мышечной массы, а так ты никак это не почувствуешь вообще. Пишет Севара. Мне 18 лет, у меня рост 150, хочу вырасти. У нас все длинные, только я маленький. Джентропин может мне помочь. Ну, джентропин, возможно, может помочь. Это джентропин, если кто не знает, это гормон роста. Или соматотропин, человеческий гормон роста. Но не во всех случаях. Если вам уже, скажем так, далеко за 18 лет, то этот препарат вам не поможет. До 18 лет, пока еще гипофизарные зоны роста еще не закрыты, то, в принципе, может быть, он поможет. Но не факт, поэтому гарантии 100% вам никто не даст. Так, следующий нам пишет Эрнест. Здравствуйте. Вчера закончил курс Турик Соло. Завтра, может, будет выпить пиво. Да пей, ничего страшного с тобой не произойдет, в принципе. Если, конечно, в запои не уходишь по несколько месяцев. Так, еще один вопрос. Жанек. Здравствуйте. Такой вопрос. Хочу курсануть, но курс хочу поставить на 12 недель. Соло СУСТ по 250 мг в неделю. То есть, один укол в неделю и так 12 недель. Можно ли так? Да, так можно делать, но дело в том, что СУСТ имеет несколько... По-моему, два коротких эфира, кажется. Да, которые живут всего сутки-двое. Поэтому его нет смысла ставить раз в неделю. Лучше вместо этого ставить, к примеру, тестостерон Энантат. У него период полураспада 14 дней. Поэтому для этих задач он подходит как нельзя лучше. А СУСТ надо ставить чаще. Так. Следующий нам пишет Сергей. Подскажите, пожалуйста, 37 лет, первый курс. Если принимать по 30 мг в 6 недель соло курс, требуется ли ПКТ, не будет ли потом проблем с потенцией? Ну, во-первых, ты не уточнил, какой препарат ты собираешься по 30 мг в сутки принимать. А во-вторых, проблем с потенцией не будет в принципе. Потому что, блин, ну, если, конечно, ты будешь принимать прогестивные препараты вроде ДЕКО, то там может быть ДЕКОДИК. Это когда со стояком не ладен. Но с этим тоже можно бороться. Тут можно либо принимать ПРОВЕРОН, либо ГОНАДОТРОПИН проставить, либо КЛАМИД. А вообще в таких случаях, если ДЕКОДИК наступает, то надо отменять курс, потому что там, как правило, завышен прогестерон, на который повлиять никак не получится. Вообще и только отмена препаратов поможет с ним справиться. А если уже у тебя имеются такие проблемы вот этих препаратов, то и в дальнейшем их лучше избегать и принимать, скажем так, более щадящие препараты эфир и тестостерона. Так, кто нам там следующий пишет? А, всё, уже закончилось. Больше никого нет, он на очереди. Вот такое у нас сегодня видео было. Коротенькое даже. Поотвечали немножко на вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно можете оставлять их в комментариях. Я обязательно отвечу. Если, конечно, не забуду. Так что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Пока! Пока!